Можно долго рассказывать о проблемах. Строить надо. Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев посетил долгострой Нягани, железнодорожный вокзал и дал ряд поручений профильным ведомствам. Напомним, объект начали строить в 2008 году. Сюжет Евгении Самойловой. Что препятствовало для того, чтобы осуществить это в 2020 году? Кто недорабатывал? Кто видал? Ну, я же говорю, мы работали с авторским надзором. Горожане фактически не могут пользоваться очень много лет вокзалом из-за того, что кто-то что-то там недорабатывает. И мы должны сейчас работать, не спать, не есть, но задачу реализовать. Вопросы, кто виноват и что делать на этом объекте звучат не случайно. Железнодорожный вокзал в Нягани не могут построить без малого 14 лет. Человек в этом возрасте получает паспорт, а вот Няганскому вокзалу столь важный документ пока не светит. Много работ как внутри здания, так и снаружи. Порядок? Порядка здесь нет. В ближайшее время, в течение недели порядок наведите. Хорошо. За долгие годы вяло текущего строительства, скандалы и судебное разбирательство с подрядчиками на этом объекте стали нормой. Только вот результата нет. Контрольные сроки действующего контракта с декабря 2020 года переносятся уже несколько раз. Но технический заказчик управления капитального строительства Югры даже в таких обстоятельствах настроен оптимистично. На объекте на сегодняшний день работает больше 20 человек. Я думаю, что дней через 10 сейчас заканчивается еще договорная кампания увеличить эту группировку человек до 40. Планы такие, что концом третьего квартала заходить на итоговые проверки. Ну и чтобы мы в этом году, в четвертом квартале могли коллегам из РЖД передавать готовый объект. На этот раз и строителям, и кураторам обещают жесткий контроль. По поручению заместителя губернатора Югры Азата Ислаева, все этапы работы будут обсуждаться ежедневно. Куратор проекта переезжает из Ханты-Мансийска в Нягань. По ряду направлений установлена персональная ответственность. Можно долго рассказывать о проблемах, просто строить надо. Поэтому решение такое, что подрядчик берется заканчивать. Несмотря на то, что уже все сроки договорные, все нарушены. Последний шанс ему даем. Хочется верить, что он будет один и до конца он доведет объект. Потому что надо брать ответственность за те решения, которые приняты. Участок этой ЖД-магистрали использует 60-тысячная Нягань, а также жители ряда поселков соседнего Октябрьского района. Для них и строится ЖД-вокзал общей площадью 3400 квадратных метров. На официальном открытии объекта постоянные пассажиры обещают обязательно поделиться с чиновниками своими историями, как они отправлялись в ЖД-путешествие последние 14 лет. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягань.